Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о мужских куртках, которые я ношу зимой. В Канаде зимы бывают достаточно суровые, по крайней мере в этой части, где мы живем. Мы живем в Торонто, в Торонто-Эре, и здесь бывает достаточно снежно, и очень большие минуса бывают. Вплоть до минус 35. Это был максимум на нашей памяти, которую мы помним. Поэтому хочу рассказать о тех куртках, которые я ношу, которые мне нравятся. И вы можете посмотреть, присоединиться, потому что какие-то бренды, возможно, вы не знаете. Какие-то бренды, вы с ними можете быть знакомы, но поделюсь своим опытом. Начну я с самой легкой куртки, которая очень хорошо до где-то, наверное, минус 5. Это Artrix. Это канадская фирма. Мне она очень нравится, и они делают очень хорошие, качественные вещи. Вообще, это изначально компания, которая делает снаряжение и одежду для альпинистов и лыжников. У них очень много продукции с Гортексом идет, в том числе и их, так называемые, гражданские куртки. Это одна из них. Это вообще новая модель. У них они буквально в этом году ее сделали. Называется Magnus. Она очень легкая. В ней синтетический наполнитель, где-то, по-моему, 80 грамм, если не ошибаюсь. Но за счет того, что в ней есть Гортекс, она непродуваемая и непромокаемая. То есть, на дожди, на холода небольшие, на ветра она очень хорошая. Что мне в этой куртке очень нравится, что она очень легкая. И она такого достаточно классического пошива. То есть, ее можно очень хорошо, удобно ее одевать на работу. Она не слишком длинная. Удобно садиться в машину. И так как я ношу на работу пиджаки и брюки, и иногда галстуки, то она очень хорошо одевается на пиджак сверху. И очень хорошо выглядит, не выглядит, как какой-то такой огромный пуховик. И минусов у этой куртки. Я бы хотел, чтобы они сделали, конечно, побольше карман здесь, вот, например. Потому что вот сюда очень хорошо влезает небольшой кошелек, но, например, не влезает телефон. А я бы очень хотел, чтобы сюда телефон влезал. Второй карман у них находится здесь. Сюда влезает телефон, но как-то с этой стороны мне его неудобно засовывать, скажем так. Вот. Есть еще два таких кармана. Они с таким небольшим утеплителем. Есть, как бы, такой материал утепленный слегка, как флиз похожий. Что комфортно и приятно. Вот. Это из легких курток. Следующая куртка. Которая более теплая. Это вот такой плащ. Палатка-плащ. Куртка Descent. Descent это вообще лыжная компания, которая делает очень хорошие лыжные куртки, лыжные snow pants и все лыжное амбонирование. Насколько я помню, это японская компания. Вот. Но, по-моему, производство у них в Китае. Эту куртку я купил, наверное, года три назад. То есть, это уже третий в ней сезон. И она мне очень нравится. Она не слишком, как бы, красивая, не слишком элегантная, скажем так. Но она очень практичная. Тоже у нее нету гортекса материала. Но у нее, насколько я помню, они делают, они используют дермизакс. Это тоже, как бы, мембранная система, которая очень похожа на гортекс. И, в принципе, некоторые говорят, что даже лучше. Но, я не могу сказать, я не специалист. Но она очень классная. Она очень длинная, что очень хорошо и удобно. То есть, не нужно там, допустим, на какой-то холод, если ты идешь гулять, не нужно тебе никакие подштаники. Тебе туда ничего не забывает. И ты себя очень комфортно и хорошо чувствуешь. Мы в ней, как бы, я беру ее очень часто в поездки с собой. Мы в ней выходили в Нью-Йорке под мокрым дождем, под ветром, под всем чем угодно. Было очень комфортно и классно. Ничего не протекло, ничего не пробывает вообще. Просто очень классная куртка. Я рекомендую, на самом деле, обратить внимание, когда вы ищете куртки, обратить внимание на вот такие бренды, которые делают специализированную какую-то одежду, как тот же спайлер или еще что-то, которые делают для лыжников одежду. У них могут быть очень хорошие вот такие длинные куртки. Есть Carbon фирма, они делают такого плана куртки. Они очень практичные и удобные. Они, опять же, они такие немного спортивного вида. То есть они могут не подойти, допустим, до офиса, хотя я ее очень с большим удовольствием ношу и носил в офис. Она тоже как такой плащ выглядит и мне очень нравится. Здесь очень классная система вот этих карманов. Вот этот карман у них, он такой прорезиненный, то есть сюда влага не попадет, телефон сюда залезает очень хорошо и удобно. Здесь еще есть вот такие большие карманы. Это, в принципе, тоже, как бы, они называют, как коач, как бы, коач-крутки или что-то такое, которые, вот, лыжные, там, коачи могут одевать. Здесь утеплитель тоже синтетический и, в принципе, вот эта подстежка отстегивается. То есть ее можно сделать еще более легким хвощом и, как бы, ходить осенью. Что очень тоже удобно, комфортно и хорошо. Есть капюшон, которым я, в принципе, очень нечасто пользовался, но тоже очень классно, потому что он, опять же, с этим термизак системой, то есть не промокает и не продувается. Следующая куртка по... Я иду вверх по... Я иду вверх по, как бы, индексу теплоты, скажем так. Следующая куртка это параджанперс. Это такая, как бы, более casual модель. Называется Marcus модель. Она очень простая у них и, в принципе, одна из самых дешевых, которая была у них в льейке. Именно из пуховиков, потому что у них есть такие вообще легкие куртки, которые чуть дешевле, но это была такая, как бы, очень простая модель без меха. И, как бы, без... Она не слишком тяжелая, потому что те куртки, которые я пробовал у них, Kodiak или еще какие-то другие модели, они очень тяжелые, как кольчуга. То есть, там, реально тебе нужно, ты как рыцарь не одеваешься. Ну, что удивительно, она оказалась очень теплой. И не знаю, из чего тут состоит материал. Он такой, как на брезент похож, какой-то, как будто пуленепробиваемый, но тоже не продувается. И что мне очень нравится. Здесь очень много разных карманов, за что, в принципе, я не очень люблю параджарперс, потому что они выглядят, как бы, напичка на много всего. Здесь карманы, здесь карманы, тут какие-то карабины, еще что-то. Но в этой куртке как-то минимализировали они это все дело. И, в принципе, здесь вот есть очень такие удобные карманы с хорошим утеплителем. Ну, то есть, пух здесь, как бы, идет прямо над карманом, очень удобно и тепло. Здесь есть такие карманы, которые тоже точно так же с утеплителем идут, и очень тепло и удобно. Здесь есть внутренний карман, который влезает, даже мой большой айфон, что хорошо. Здесь есть вот такие кармашки, куда можно тоже там чего-то там подкинуть. И вот такой есть огромный карман, я не знаю, это, наверное, если ты пойдешь на охоту, то можно дичь какую-то с удалмальненькую запернуть. Вот, на самом деле, я не знаю, зачем нужен этот карман, здесь еще сетка есть, то есть, дополнительные карманы, которые можно что-то сюда ложить. Но я тоже очень часто просто запихиваю телефон, потому что удобно, чтобы не открывать куртку, когда ты, ешь, тебе холодно, просто здесь соскрылся, положу телефон, и хорошо. Есть еще вот такие два маленьких карманчика на рукаве, очень удобно для маленького кошелька или даже какие-то ключи сюда положить, тоже очень функционально и хорошо. Из минусов этой куртки, ну, это опять же, если вы покупаете короткую куртку, то для вас это не минус, но если вы хотите какую-то одну универсальную, то это может быть минусом, потому что она короткая. И когда, например, вы идете по улице, холодно и продувает, то может продувать вам ноги и то, что лучше хранить в тепле, тоже может продувать. Вот, я ее испытывал вот так вот на рубашку, то есть футболка, сверху рубашка и куртка до минус 15, было тепло, не было там прямо ужасных ветра, но при таком небольшом ветре и морозе до минус 15 было тепло, комфортно и хорошо, поэтому я могу вот смело рекомендовать эту куртку, если вам нужно что-то вот до минус 15, ходить, одевать такая casual модель, скажем так. Мне нравится, опять же, капюшон, потому что он без меха, потому что я небольшой его любитель, оно иногда хорошо, но когда ты чувствуешь себя полярный, там тоже не всегда приятно. Вот, так что такой параджамперс, мне очень нравится. Следующий по теплотиксу идет у меня снова Артрикс, как мы уже говорили, мы любим этот бренд, они делают очень хорошие утки. Эта модель называется Терме, она внутри с пухом и есть какая-то часть, я не помню, где-то в каких-то частях, у них есть искусственный наполнитель тоже. То есть идет гусиный пух, причем очень качественный гусиный пух здесь они используют. И в каких-то частях, по-моему, в кладке, если я не ошибаюсь, идет синтетический наполнитель. Очень легкая куртка, очень удобная, очень классная. До минус 20, я у меня их один, еще больших морозов у нас пока не было, поэтому я не могу сказать, выдержит ли она минус 25, но минус 20 выдержала очень хорошо. Удобно карманы расположены, мне нравится, что они не здесь, как, допустим, у этой кладки Descent, у меня карманы, они как-то внизу расположены, и не сильно удобно туда идти, как будто, идешь, руками не сильно удобно. Здесь они расположены чуть повыше, что очень удобно. Есть небольшой тоже такой утеплитель здесь, не слишком большой, то есть если какой-то там, допустим, большой мороз будет, то, наверное, лучше в рукавицах ходить. Но, в принципе, достаточно уютно, потому что дальше здесь, как бы, внешний утеплитель, ты его не сильно чувствуешь, но внутри идет какой-то такой, как флиз, и оно очень приятно. Опять же, это Vortex, он более такой шелестящий, но не такой, как бы, ломкий, как бывает на лыжных куртках, потому что на лыжных куртках он делает очень такой твердый, и он очень сильно шелестит, и прям, как будто он ломается. Этот достаточно приятный, мягкий материал Vortex, он, опять же, непродуваемый, непромокаемый, очень хороший материал, мне очень нравится. Очень приятный он на этом усиле, как бы, и приятный наушник. Из минусов здесь, опять же, если вы ищете одну универсальную куртку, я рекомендую смотреть у них модель, которая длиннее, это Torsen, она почти до колен идет, тот же от Rix, она чуть-чуть дороже, но она будет вам идеальной, если вам нужна одна универсальная куртка. Потому что это все равно, она, как бы, сюда воздух может попадать, когда ты идешь по улице, гуляешь, воздух может попадать, и если ты идешь на Большом морозе, то, конечно, лучше видеть какие-то подштаники или что-то, или какие-то сноупорцы, потому что иначе можно замерзать в ноги сюда. У нее нет никакого внутри никаких завязочек, то есть нельзя ее плотнее к телу притянуть, поэтому иногда, может быть, ты можешь чувствовать такой флоу, воздух проходить немного вокруг тела, если она неплотно прилегает. Эта куртка достаточно хорошо сидит, но если вы возьмете, допустим, на размер больше, то тогда вы можете это чувствовать, эти потоки воздуха, что может быть некомфортно. Что еще можно рассказать про эту куртку? Да, опять же, с карманами тут они стараются делать, я так понимаю, у них идея о том, чтобы делать минималистически все, поэтому карманов много они и делают в своих куртках. Здесь внешний карман, опять же, очень хотелось бы, чтобы не сделали его побольше, чтобы можно было телефон положить, я свой телефон не могу сюда положить. Вот этот карманчик у них тоже очень маленький такой, в него влезает, в принципе, телефон, но тоже с трудом можно положить, и когда ты, допустим, идешь на морозе, тебе нужно достать телефон, тебе нужно расстегнуть куртку, залезть сюда, и оно не сильно комфортно. Здесь есть, как у них во многих моделях, есть такой боротничок получается, он плотно привергает, можно его как бы затянуть чуть-чуть, и тогда он плотнее прилегает к этому бороду, что тоже как бы сомневает. Капюшон мне здесь не очень нравится, потому что он какой-то такой слишком объемный, и когда ты полностью застегиваешься, он у тебя за тобой торчит, как слов нет, получается. То есть он немного тебе может даже дарить на голову, но в принципе, когда ты с шапкой это ничего не сильно почувствуешь, но вот он создает такой за тобой, за головой твой такой скафандообразный какой-то плотник. Но достаточно теплый капюшон, если затянулся так, то очень ты защищен от всего внешнего воздействия. Вот, это вот Arteryx Thermo, называется модель, вот такие у нее плюсы и минусы. Мне она очень нравится, она мне очень удобная, опять же, потому что она имеет такой относительно классический вид, можно ходить на работу в костюме или в пиджаке, в брюках, очень удобная класса. Вот, и последняя модель, которая, как я считаю, она самая теплая у меня, это Woolridge. Woolridge Laminated Park называется. Woolridge известен, ну, достаточно известная фирма, они, конечно, не такие раскрученные, как Tana de Gus, например, но это достаточно старая известная фирма, которая делала пуховики и делает сейчас. У них есть несколько, есть просто Woolridge, есть Woolridge, John & Brothers, или как они называются, вот это из этой серии. Вот, Woolridge, John, Rich & Brothers, или Brother, не знаю. Получается, это у них линейка как бы более высокого класса, чем просто Woolridge. Вот, поэтому, когда вы будете покупать, то тоже можете на это обращать внимание. Говорят, что есть модели, которые делают в Канаде и в Штатах. Я не знаю, я, если честно, ни разу в магазинах их не видел. У нас, которые здесь продаются, это в основном Вьетнам, я видел даже Молдова, Чайлина. То есть, в странах таких делают свои фирмы. Очень хорошо и качественно сделана фирма. Здесь пух, достаточно хорошее количество пуха, очень легкая. Просто, я бы даже сказал, невероятно легкая. Я ее не испытывал на дожде, но, как бы, само название, что она Laminated Park, здесь как будто есть какое-то покрытие, которое должно защитить от дождя. Но я не пробовал, но на мороз большой мы ее испытывали. Я ее испытывал, мы ходили, гуляли долго. В прошлом году мы ездили в Крубек, и я в ней гулял там очень долго. И было очень комфортно и уютно. Здесь вот Койота пух, мех в смысле, на капюшоне. Он может немного раздражать. Когда едешь в машине, иногда ты поворачиваешься проверить блайн-спот, и можно даже не увидеть машину. В блайн-спот увидеть только пух. Но, в общем, для прогулок очень хорошая крутка. Здесь такие накладные карманы. Здесь вот тоже они не очень сильно утепленные, но здесь есть небольшой такой флисовый как будто утеплитель. И в принципе это нормально. Но я думаю, что опять же, я не ходил вот так вот в карманы в большой мороз. Если у тебя голые руки, то лучше использовать эти карманы, потому что они как будто, хотя в них тоже точно такой же флис, но они как будто чувствуются более защищенные. Потому что такой материал. Мне нравится, что они на пуговицах, нет никаких липучек, потому что я вообще не очень люблю липучки. Даже сказать, что очень не люблю липучки. И достаточно она такая, ну, как мне кажется, очень стильная, прикольная и уютная, удобная куртка. Здесь, опять же, не без минусов. Здесь есть завязочки для того, чтобы затянуть себя на поясе. То есть ты можешь себя защитить вот эту часть, чтобы воздух не попадал изнутри. Но было бы неплохо, если бы не сделали внизу тоже завязочки. Потому что вот, когда ты застегнут полностью, и ты идешь, то в принципе, вот, ну, вы можете видеть, что здесь ты достаточно открыт для внешнего воздействия, для воздуха. И, в принципе, вот эта вот задняя часть может очень сильно продуваться воздухом. Поэтому, конечно, на большие морозы я, когда уйду гулять в этой куртке, я что-то поддеваю под брюки, под джинсы, чтобы было комфортнее. Но, в остальном, мне очень нравится эта куртка. Она очень теплая, и очень уютная, и очень удобная. Вот. Это такой вот небольшой экскурс, небольшой ревью в то, что мы носим зимой. Здесь есть, конечно, очень много других брендов. Есть тот же Canada Goose, который все знают. Я, если честно, несколько раз присматривался к курткам Canada Goose, но почему-то я себе так и не нашел ни одной модели, которая бы мне понравилась, так что вот ты готов заплатить эти деньги, которые они просят за них. Что хочется сказать, что практически все эти куртки мы покупали со скидкой, и некоторые из них очень хорошей скидкой. Допустим, The Sense, вот эта куртка, которая лыжная, лыжный бренд, она вообще, оригинальная цена была примерно 900 долларов, я ее купил за 150, по-моему, или что-то такое в конце сезона. Допустим, Artrix у них были скидки тоже, буквально до Черной Пятницы, и в районе Черной Пятницы они продавали. К сожалению, Artrix не дают больших скидок, на свои пуховики они не дают очень больших скидок. На какие-то вещи, там, лыжные, еще что-то, можно где-то найти на каких-то распродажах, там даже 50%, но вот такие парки, как они называют, они, ну, максимум то, что я видел, это 30%, потому что они дают. Вот эта куртка тоже. Булдрич, они по цене достаточно дорогие куртки, они в той же ценовой категории, что и, в принципе, тут же Artrix, или Canada Goose, или тот же Parajumpers. Вот эта куртка стоила, если я не ошибаюсь, 1200 или 1100 долларов. Мы ее купили каким-то, ну, не знаю, непонятным чудом, за 300 долларов. Это была вообще просто, ну, отличная цена, и я очень хайпи с этой курткой. Поэтому вот такие вот куртки мы здесь носим. Такой вот у нас опыт. Если вам что-то непонятное или что-то интересное, что-то есть, какие-то дополнительные вопросы, можете спросить, спрашивайте в комментариях. Мы вам постараемся ответить более детально, если вас интересует. Не забывайте подписываться на наш канал, и не забывайте подписываться обязательно на наш Инстаграм. Мы там очень много снимаем вот таких медочей нашей жизни, которые вам могут быть интересны. Поэтому спасибо вам большое за ваше внимание, за то, что смотрите нас. Оставайтесь с нами. Пока.